Прокатиться с ветерком, объехать пробки и не думать о заправке. В Люберцах заработал прокат электросамокатов. Один из пунктов аренды расположен при входе в Наташинский парк. Как воспользоваться новой услугой и во сколько обойдется поездка на двухколесном транспорте, узнали мои коллеги. Более 600 электросамокатов в распоряжении жителей городского округа Люберцы. Все, что нужно для аренды летнего транспорта, смартфон и установленное в нем приложение сервиса. Наводим на QR-код самоката, убираем тариф, кнопочку старта, загорается экран и в целом можно ехать. Александр Морячук – водитель электросамоката со стажем. На его счету более 500 поездок на арендованном двухколесном транспорте. Преимуществ у такого средства передвижения, по его мнению, много. Чтобы добраться с точки А в точку Б, это очень удобно. Меньше времени занимает, чем на такси или на общественном транспорте. Если соблюдать все правила и кататься по дорожкам, которые для этого предназначены, все в пределах разумного. Стартовая стоимость аренды – 30 рублей, далее 5 рублей за минуту поездки. Воспользоваться услугами кикшеринга могут жители от 18 лет. Большой плюс, что наши самокаты обладают возможностью ограничения скорости. И даже новичок при движении не рискует своей жизнью, здоровьем. Он может двигаться до 20 км в час. А в парковых зонах мы ограничиваем скорость до 5 км в час. Пункты аренды электросамокатов расположены у станции метро возле парков и остановок общественного транспорта. Всего в этом году в городском округе Люберца оборудуют 60 таких точек. Это некое удобство. Кроме того, что это развлечение, понятно, это еще и удобство, скажем, куда-либо доехать. Взял, вышел и доехал до магазина, и можно в магазине, я так понял, его оставить. А там кто-то может его взять и дальше поехать. Все сегодня посредством современных технологий фиксируется. Фиксируется не только местоположение каждого самоката, но и его состояние. Перед тем, как начать управление новым видом транспорта, стоит пройти инструктаж. И опытным водителям, и новичкам важно не забывать о правилах дорожного движения. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.